Привет, друзья! Сегодня я вас встречаю с таким инструментом, потому что я на кухне готовлю говядину. И у меня такой замечательный фарпочек. Видите, украдить говядину. Поэтому я рад вас видеть, что я в гостях. Я хотел сегодня записать видео ролик для вас о отношениях, как сохранить отношения. Так вот, отношения у меня начинаются. Вот с этого блюда рассказ начинается. А блюдо очень интересное. Блюдо называется «Как готовить говядину». Вот замечательное блюдо. Мы сейчас тушим говядину. Я ее замариновал. На три часа замариновал. С лучком, с приправами небольшими. Она постояла говядина, набралась сок обратно. Сейчас она у меня тушится. Тушится будет еще час. И с морковкой, с укропчиком, с ловушкой. Ловушкой не добавил, кстати говоря. С морковкой, петрушкой еще там. И чесночка маленько добавил. Будет отличная говядинка, очень вкусная. Рекомендую вам готовить говядину именно таким образом. Вот так вот делаем. И она тушится хорошо. И очень мягкая такая, нежная. И сегодня не хотелось для одного парня, который там не попался на видеоканале Паши, да? Паши Багрянцева. Я там спрашиваю, как сохранить отношения. Но я так думаю, сегодня я запишу это видео. У меня такое вроде бы нормальное настроение, позитивное. Потому что я готовлю говядину. То есть причина этой записи, это потому что я делаю это блюдо. У меня это всегда готовка, это занятие на кухне. Очень мне поднимает настроение. Я всегда с большим удовольствием это настроение хочу вам передать. Это самое такое позитивное настроение. И приглашаю вас со мной пообщаться там, где есть большой страшный лист, который всех пугает. Сегодня, дорогие друзья, давайте вернемся к теме о том, как сохранить отношения. Итак, для начала надо разобраться, что такое отношения. Что мы понимаем под отношениями. Потому что каждый из нас со своей стороны видит это разное состояние. Одни считают отношения равными. Вот такие отношения. Вот это равные отношения. Пара находится в таких равных отношениях. Эти равные отношения равноудалены. И они как бы оба куда-то стремятся. Оба стремятся. Какой-то цель у них общая в отношениях. Но другая-другая сторона есть, которую мы отлично знаем. Отношения бывают вот такие. Вот, скажем, вот так. Ну, пусть скажем так, да. Видите? То есть вертикальная или горизонтальная. То есть вы должны представить себе отношения. Это как геометрическую фигуру, скажем так, в пространстве. Эти две линии очень вам помогут сориентироваться в ваших отношениях непосредственно. То есть где вы находитесь? Вот эта тема. Как сохранить отношения? Во-первых, надо понять о том, что под этим понятием отношения у мужчин и женщин совершенно противоположный взгляд на эту вещь. Правильно? То есть вы, когда говорите о слове «сохранить отношения», вы имеете в виду вот это. Пересечение. То есть вы хотите сохранить, создать связь в отношениях. Это важно. Связи. Укрепляем связи. Связи укрепляем. То есть вы достаточно далеко отошли в отношениях друг от друга и чувствуете уже какую-то прохладу в отношениях. Нет взаимного притяжения кого-то, взаимного желания. Женщина, девушка к вам относится прохладно, потому что вы не мотивируете, не делаете ей каких-то предложений. А девушка, женщина, всегда ждет предложений. Чтобы вы ей что-то предложили. Чтобы вы проявили что-то, что укрепит вашу связь. Для нее важна связь. Не отношения. А связь. Чтобы вы укрепили связь. Какими-то действиями, поступками в окружающем ее мире. То есть вы акцентируете внимание на ее будущее. На ваше отношение с ней в будущем. И тем самым укрепляете с ней связь. То есть мы говорим о чем? О равных отношениях. О равных отношениях. Но когда этот вопрос возникает? Как сохранить отношения? Когда мы о них забываем? А почему мы о них забываем? Куда они? Что происходит? Отношения такие равные отношения. Кажется. Вот отношения равные. Нет, они не равные отношения. Не равные. Ведь один из вас находится слева. Другой справа находится. Один сверху. Другой снизу. Один сзади. Другой спереди. Помните? И когда вы развиваете отношения. Когда вступаете в отношения. Что? Какой инструмент? Какой у нас инструмент главный? В отношениях. Чтобы их развивали мы. Это отношения мы развиваем с помощью рук. Вот я сегодня хотел этот акцент поставить на то, чтобы вы вернулись к этому вопросу. Вопросу о руках. Потому что когда мы руки наши. Вот здесь наши руки уже соединяют нас. Вот эта связь-то рук. Вот здесь рук. Связь-то. Правильно? Вы за руки держитесь. Вы обнимаетесь руками. Развиваете отношения. И постепенно рук становится все больше и больше и больше. Руки уже вот здесь, 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 здесь. Везде руки есть. Понимаете? Вы уже везде этими руками были. И отношений уже нет. Понимаете? Существует связь. То есть связь везде. Понимаете? Везде связь. Везде руки были. Везде они были. Руки. Везде руки были. Где связь-то? Уже переросло все в сплошную связь. И когда много везде руки побывали, надо уже ощущение отношений. Нет ощущения, что существуют отношения, сами отношения. Это в первую очередь для женщины очень важно. И она пытается дистанцироваться, дистанцию создать между собой и мужчиной. Чтобы рук стало как можно меньше. И это выражается в первую очередь в виде как бы сексуальной любови в постели. Она как бы становится такой... Несколько периодичность ее меняется, да? Женщина пытается сократить эту... Прекратить это самое лишнее движение рук. То есть это ее такое естественное женское стремление убрать руки. Чтобы рук было меньше. Меньше рук было, понимаете? Чтобы опять вернуться к отношениям. Поэтому когда вы задаете себе вопрос, а как сохранить отношения? Как их сохранить? Вот. Уберите лишние руки. Вернитесь к тому нежному прикосновению первому двух рук. Помните в этих фильмах, мелодрамах? Вот они там коснулись за столиком в кафе рук первый раз. Вот он за талию первый раз обнял. И так далее. Вот она преклонила голову к его плечу первый раз. И вся эта романтика такая, прикосновений. Потом она постепенно превращается в большой клубок связи. Большой клубок связи. И этот клубок как бы исчезает отношения сами. И вы говорите, ну это же все не важно. Это уже все было. Нет, это не было. Это всегда есть. Понимаете? Состояние отношений и связей, оно всегда находится в состоянии равенства. И равенство не между мужчиной и женщиной, понимаете? А равенство между отношениями и связями. Вторым пунктом мы запишем, что мы с помощью рук, правила рук, скажем так. Правила рук. Руки. Руки. Где ваши руки? Где ваши руки? Чем меньше будет рук, тем вы больше восстанавливаете отношения. Поменьше рук, побольше делал, как говорится, да? Побольше действий, больше поступков вы совершаете для женщин, для ваших отношений. То есть для женщины важно, чтобы руки действовали в пространстве ее, в окружающем мире ее. Они ни к ней не направились. Вот двигались там, вот эти руки двигатели. Итак, дорогие друзья, чтобы простым таким рецептом с вами поделиться, хотелось бы сегодня, как укрепить отношения, как сохранить отношения, да? Надо создавать гармонию, гармонию между отношениями, отношений и связей. Когда вот здесь рук будет меньше, меньше связей, больше свободы, скажем так, больше независимости, тогда будет создаваться отношения. Отношения, доверие, взаимопонимание, отношения, доверие и запоминание. Что уберите свои лишние руки, оставив только две руки, одно прикосновение. Так вот, я сегодня хотел с вами поделиться этим правилом, правила гармоничных отношений, отношений рук. Вот поэтому, дорогие друзья, благодарю вас за внимание. Я надеюсь, я вам чем-то помог, так обострил ваше понимание этой проблематики, скажем так. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok